всем привет это молдавские будни сколько раз вы слышали эту фразу всем привет это молдавский всем приветито молдавский будет это молдавский будет не тамал любимый парк в кишиневе следующий по популярности это парк долина роз четыре года назад когда сюда приехал парке в кишиневе были ну в таком себе состоянии были неухоженные мусор везде валялся старые советские дорожки все как-то разваливалась сейчас все по-другому кишинев начинает процветать этого уже нету и парке потихонечку облагораживаются единственное наверное что останется в кишиневе неизменным так это пенсии мне как-то тут сказали то что пенсии здесь у некоторых составляет 500 лей это примерно две две с половиной тысячи рублей как дедушки и бабушки смогут прожить на такое поэтому в кишиневе очень много попрошайк мы с тобой звери в степенной среде нас не поймут никогда открывай дверь и не цевать их шпите и оголять провода все эти души идут не туда не помолю каждый день о том чтобы люди открыли глаза ведь истина там где сомнение падаем крыльями на города белыми крыльями на города падаем крыльями на города бензин тут дорогой когда я приехал он стоил около 60 рублей за литр сейчас он 95 стоит ну 20 лет 12 бани дизель 16 лет 24 бани каких-то заправок типа европейских там бипи или shell в молдове нету есть вот лукойл на котором всегда есть топливо был тут недавно случай просто из-за подорожания топлива короче пропал бензин точнее дизель и на всех заправках а вот на лукойле он был как-то у них там все постабильнее магазинов пятерочек и магнитов здесь нема но зато есть свои более интересные больше всего тут наверное магазинов номер один и линелла эти магазины здесь на каждом шагу а далее идут по моему мнению магазины покруче это такие как фуршет фидеска но больше всего в душу запал магазин пегас там продают мясо и колбасы которые вроде привозят из италии и недавно стали открывать немецкие супермаркеты кауфленд где в основном всякая импортная продукция макароны макароны с кетчупом стоит от 15 до 30 лей сахар стоит 14 лей есть и за 1380 соль стоит 5 лей 55 бань молоко стоит от 16 лей до 27 хлеб я покупал всегда вот такой стоит он 5 лей 90 бань на прилавках в основном украинская и румынская продукция попадается что-то и молдавского но им очень как-то трудно завоевать место у себя на рынке в своем магазине цены на продукты здесь дороже чем в россии но есть и подешевле но зато мне кажется здесь как-то повкуснее рынков здесь много в каждом районе так один есть точно самые популярные большие это центральный рынок на улице армянской в центре города и наверное большой рынок чеканы в районе чеканы на рынке можно купить дешевые фрукты и овощи добраться можно на троллейбусе проезд стоит 2 лея и это тут основной транспорт ну и кстати можно заказать яндекс такси которая здесь появилась недавно не знаю год может полтора или два назад также как в россии через приложение скачиваешь все там едет эконом стоит 35 лей а комфорт от 50 ну к примеру допустим если доехать из центра до аэропорта с вас где-то снимут ну не знаю от 140 до 170 лей там где-то вот так курс доллара здесь постоянно скачет семнадцатом году когда я приехал он был где-то восемнадцать лей пятьдесят шесть бани это за один доллар в девятнадцатом году я помню мною был зафиксирован рекорд это где-то примерно 22 лея за доллар и сейчас курс примерно составляет семнадцать лей шестьдесят один бань что-то такое но из дорогого здесь наверное это лекарство из-за пандемии не стали еще дороже и наверное одежда потому что она здесь привозная в основном турецкая и тоже не очень дешевая если только конечно куда-то на рынок идти ну к примеру чтобы вы понимали его и очень еще трудно найти потому что здесь один магазин adidas и один магазин nike на всю молдавию поэтому очень тяжело здесь выбором потому что ты приходишь там что-то те нужны какие-то кроссовки в магазине и как бы вот что есть не надо там привозить с другой стороны заказывай вот и тяжело ну и в первую очередь молдавия славится чем правильно вино его тут на каждом шагу навалом в каждом доме и на каждом углу и стоит она тут копейки к примеру бутылку хорошего вина можно купить от 30 лей не бодягу какую-то хорошее настоящее вино которая в россии будет стоить рублей так 400 а виноделин тут в каждом дворе больше всего мне понравились криковские подвалы подвала милеш тимич и остальные и м и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом все, дорогие друзья. Я возвращаюсь на родину. Это был последний выпуск Молдавских будней. Больше их на моем канале вы не увидите. Спасибо, что смотрели и оставались со мной. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И под конец я вам хочу показать, какой же Кишинев все-таки красивый и зеленый город. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, а для тех, кто досмотрел выпуск до конца, есть подарочек. Вот тут у меня наклеечки By Steam и 200 лей вот в таком пакетике. Сейчас я покажу, где я их спрятал. Кто первый найдет, отпишитесь где-нибудь в комментариях, что типа вы нашли и будет приятно. Вот здесь вот мусорка, дорожка, тропинка. И вот тут такой этот водопадик. Вот там он кончается, а вон там вдалеке он начинается. Здесь вот ориентирую, есть лапки такие царапающие. И вот на этой стороне вот я тут засунул его под вот такие вот штуки. Ну, камушки там. В принципе, если их не трогать, то они тут пролежат долго. Ну, вот там начало, короче. А у нас вот здесь. И вон она торчит. Надо перепрыгнуть на вот эту сторону. Вот тут вот такой куст. Так что удачи в поисках. Спасибо.